Всем добрый день! Меня зовут Агарьевич, компания FreshForex. Начинаем наш вебинар по обзору рынка. Сегодня у нас среда, 5 декабря. Из важных новостей через 2 часа у нас отчет по PMI Великобритании в секторе услуг. Здесь данный показатель и можно прогнозировать, и трудно прогнозировать. Лучше всего досмотреть уже на факт, потому что зачастую прогнозы делать тяжело, поскольку нету, скажем так, базы, с которой можно делать этот прогноз. Если посмотреть, то в понедельник был PMI по промышленности Великобритании хороший, вырос. Вчера PMI строительный вырос. Обычно у них бывает так, что если 2 PMI растут, промышленно-строительный, то третий, который сегодня по сфере услуг, он тоже растет. Это, конечно, так не всегда, но в большинстве случаев. И, в принципе, сегодня из этого можно рассчитывать на хороший индекс, но лучше всего посмотреть уже непосредственно на сам отчет. И если он действительно хороший, то для фунта это позитивно. Америка сегодня у нас не работает, там у них выходной, траур, умер 41-й президент на выходных, Джош Буш старший. И, в общем, здесь они решили сегодня передохнуть. Американцы в последнее время часто отдыхают, и сегодня, поэтому второй половине дня у нас получается такой вот будет низколиквидный рынок и вялая торговля. Если смотреть инструменты, то евро-доллар у нас принципиально не хочет идти на 1,1433. Вчера мы подросли к 1,1418 и развернулись. И здесь, если смотреть на эту валютную пару, то у нас ADX показывает вся 2 тренд вниз на часовиках. И показывает на 4-х часовиках у нас 21, и непосредственно 13 он показывает здесь по дневкам. Если смотреть на эту валютную пару, то у нас, если смотреть по Чикагской бирже, по фьючерсам, то вчера максимальные объемы были вот на этой свечке, 19.00, где минимум был 1,1318. И сейчас мы открыли Европу повыше. Обычно, когда открываем Европу повыше, чем максимальные объемы, то мы и повыше пойдем. Поэтому здесь получается, что мы будем сейчас корректироваться к средней 1,1353. Пойдем ли мы выше, чем это среднее, вопрос такой трудный. Можем и пойти выше на 1,14, можем там и остановиться. Сегодня, поскольку американцы отдыхают, то будет, скажем так, мало топлива, что ли, если так это можно назвать, для того, чтобы непосредственно сильно вырасти. И здесь, получается, можем как раз остановиться на этой самой средней, и там стоясь, на 1,1353. Поэтому сейчас пока коррекция к средней по Боллинджеру. Дальше есть вариант упасть вниз на нижнюю, а нижнюю у нас проходит на 1,1297. Есть вариант пойти на верхнюю. Два варианта, они с одинаковой вероятностью. Непонятно мне вот сейчас, что будет здесь. Либо вверх пойдем, либо вниз. Понятно, что пойдем сюда к средней. А вот дальше пока непонятно. Что касается фунта британского, то здесь у нас качели происходят. Мы то растем, то падаем. И сегодня эти качели могут продолжиться. То есть, мы сейчас нашли на 28,38, скатились вниз на 26,57. И сейчас можем подрасти на 27,40. Пойдем ли выше? Тут, может, и пойдем. Может быть, и не получится сходить выше. Здесь по британцу есть и хорошие причины. Но пока британцы не получаются. Если бы мы посмотрим, у нас в понедельник был максимум 1,28,23. И мы не смогли на нем закрепиться, упали. А еще раз был максимум 28,38. И мы не смогли на нем закрепиться, упали. То есть, в принципе, есть хорошие факторы. Но фунт не может там закрепиться. То есть, кто-то его продает. Поэтому здесь, если сейчас продавцы опять будут, скажем так, активно продавать, то у вас получается, что вот это самое среднее на часовиках, 27,33 или чуть выше, это и будет еще одной точкой для продаж дальше вниз. Здесь, как получается, можно сделать по британскому фунту? Поскольку кто-то его продает и не дает ему вырасти, хотя есть позитив, то здесь получается, что вот вчерашний минимум, 26,57, можно использовать для продаж, если мы уходим ниже этого минимума. То есть, если мы опускаемся на размер спрета ниже, спрета три пункта, берем как размер для пробоны 26,57 минус 26,54, то тогда мы используем эту точку на пробой, на продажу и продаем британский фунт. И здесь у нас получается, где будет цель, если посмотреть, вот нижняя на дневках, это 26,22, вот туда мы за нее зайдем, то есть на 26,20. То есть, либо британский фунт продавать, отменить 26,30 или 26,20, либо пока ничего не делать. Здесь, с одной стороны, есть позитив, позитив какой, это вот и новости хорошие, плюс есть рынок облигаций, где позитив вчера тоже был, и рынок облигаций хватило дойти до 28,38, но потом рынок упал. Хотя вот когда фунт падал, вчера по рынку облигаций спрета рос и получается расхождение. Сегодня этот спрета рассчитать нельзя, рынок облигаций не работает в Америке, поэтому сегодня непонятно, что у нас будет по спрету. То есть спрета сегодня нет, он будет только завтра. Поэтому здесь вроде как и есть позитив, и новости, и рынок облигаций, но фунту не хватает сил закрепиться, его продают, кто-то два дня подряд, продают его на 28,30 плюс-минус, и здесь можно тогда использовать точку вчерашнего минимума, 26,57 для продаж, пока мы находимся выше этой отметки. Вполне возможно, что вот и фунт, и евро будут давить вниз, если, например, у нас сейчас евро подрастает, как раз вот на 13,53, и здесь тоже евро будут давить вниз. И как раз тогда и евро, и фунт, они пойдут вниз, то есть и евро, и фунт пробьют вчерашние минимумы. Поэтому здесь, в принципе, по евро тоже нужно определить эту точку, вчерашнее минимум, как точка для продаж, если мы ее пробиваем, то есть если пробиваем 13,53. То есть если вот мы сейчас идем вверх изначально, и после этого падаем вниз, опускаемся на 13,15, можно продавать. Тогда уже будут продажи, и получается как раз они будут синхронные. Продажа евро-доллара за вчерашний минимум, продажа фунт-доллара также за вчерашний минимум. А пока получается и евро, и фунт, они смотрят вверх к средней на часовиках. Если смотреть S&P, спасибо, Олег, за вопрос. По S&P что случилось? В принципе, можно назвать эту причину закрытия ГЭПа. Если смотреть какие-то причины, то какие причины упали. Можно взять эту в качестве причины закрытия ГЭПа. Открыли я неделю с ГЭПом. ГЭП мы не закрыли, вот мы его закрыли, или даже сильно перезакрыли, я бы сказал, переусердствовали. Если смотреть в целом по, допустим, основным показателям, то тренд вверх он сохраняется. Допустим, EDX показывает на дневках 32. Тренд вверх. Четырех часовки показывают, что тренда нет, и часовки тоже показывают, что тренда нет. Если смотреть, допустим, на рынок облигаций, я всегда смотрю на рынок облигаций, когда смотрю за валютами, за индексами, то доходность американских бумаг, она очень сильно упала, и вчера, и сегодня, точнее сказать, сегодня, и вчера, и поздно, вчера, сегодня рынок работает, и упала она ниже 3%, и стабильна там теперь нижних процентов. В принципе, 3% это просто название, это никакой там неважный уровень, просто такая круглая отметка, цифра, и здесь как бы суть в чем? Ну, суть в том, что, допустим, если взять того же урона Баффета, как вот он покупает с облигацией, можно почитать, у него есть много интервью различных, книг он не пишет, зачем миллиардер книг не писать, он просто дает интервью, и здесь, вот если почитать его интервью, как вот он, допустим, делает, он всегда говорит, что сравнивает доходность акции и доходность облигации. Если доходность облигации выше, то надо акции продавать и покупать облигации, потому что это выше, это больше прибыли. Если доходность акции выше, то надо акции покупать, облигации продавать. То есть вот что надо делать из этих двух активов. И сейчас получается, что если посчитать доходность акции, то получается доходность акции 3,8% годовых. Ну...